Большинство песен Митяева пропитана светлой грустью. Во многих очень сильна ностальгия по романтическому прошлому. По старым добрым временам, когда отношения между людьми были несколько человечней. Ну, я скучаю именно потому, что это детство и юность. И поэтому, если бы она у нас была, детство было бы в другой стране и в другое время, я бы, наверное, ностальгировал по «все равно». Нам кажется, что мы вот сейчас детство пройдет, и скорее бы взрослая жизнь началась, а то это и вот эта школа, все это как-то теперь несамостоятельность какая-то. И хочется вырваться. И потом юности мы вырвались, и всю оставшуюся жизнь мы вспоминаем это детство. Эти запахи, эти вкусы какие-то, первые ощущения какие-то. И причем, чем ближе к концу, тем острее ты это вспоминаешь. В процессе создания песен Митяев не ставит во главу угла что-либо одно – музыку или текст. По его мнению, они должны просто гармонично притереться друг к другу. Тогда и получится то, что надо. Некоторые считают песни по композитору, некоторые считают, что это главное о чем. Поэтому вот тот, кто написал текст. Но вообще, наверное, тот, кто добился гармонии между словами и музыкой, мне кажется. Потому что вот это с собой большая работа. И сейчас мы несколько песен написали с Сергеем Манукяном. У него были красивые мелодии, но он не знал, про что это. А мне надо было разгадать и написать. И добиться гармонии. Вот так появились песни «Танцы после войны», «Друг мой» и «Другие», «Ночная прогулка». Многие композиции Митяева настолько приглянулись не только публике, но и другим исполнителям, что они охотно включили песни Олега в свой репертуар. Я ушел в апреле, я нашел повод, я замерз, укутываясь в твой холод. И пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Дело в том, что Володя Крестовский в столовой номер 362 в Нижнем Новгороде зарабатывал деньги моими песнями, когда у него не было своих. Поэтому, когда я его попросил исполнить какую-нибудь песню на юбилей, он выбрал лето — это маленькая жизнь, и спел ее. И, конечно, какое-то время мне звонили, когда они спели песню «Проститься». Все думали, что это я написал, и я пою. Настолько это взаимопроникновение какое-то у нас. И дружба. «Проститься, небо в сил закрываю, Я глаза закрываю, Сквозь туман уплывая, По аллеям столицы проститься, За потерей потеря, И года полетели, За дождями митей, Перелетные птицы проститься». Некоторые пытаются связать творчество Митяева с понятием шансон, чему немало поспособствовали перепевки его песен Михаилом Шуфутинским. Сам же Олег Григорьевич от таких параллелей не в восторге и никогда не участвует в мероприятиях типа «Шансон года», куда его регулярно приглашают. «Я считаю, что испортили такое хорошее слово – шансон. Это сразу вот Франция, вот это звучание потрясающее. И там тоже, собственно говоря, это сюжетная песня, в которой текст приближается к настоящей большой поэзии. И у нас это совсем другое. Если выйти на улицу и спросить первопопавшегося человека, то из десяти девять вам ответят, что это блатняк. И это очень жаль». О том, станет ли хитом та или иная его песня, Митяев особенно не задумывается. Пишет в первую очередь для себя. А потом приятно удивляется успеху композиции. Как, например, в случае с песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Да, я был очень удивлен, что эта песня так разлетелась. Хотя я не представлял, как она должна разлетаться, песня. Но когда я услышал там в исполнении «Строй отрядовцев», проходя мимо, и потом я стал ее везде петь, конечно. И удивительным образом она везде подходила. И вот когда я на автомате стал это исполнять в женской колонии и дошел до строчек, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, подумал, что же я несу такое. И сделал вид, что забыл славу. Одним из своих основных жизненных интересов певец считает не стяжание материальных благ, а общение с людьми, причем самого разного круга. Для меня интересные люди, потрясающие люди. Я даже когда-то сформулировал, что среди известных людей иногда попадаются интересные. Видимо, я тянусь, я загадывал даже когда-нибудь взять автографу Эльдара Александровича Рязанова и не мог даже предположить, что мы с ним будем соседями и будем играть в бильярд. И часто видеться, разговаривать. А там вообще поселок Советский писатель, где и Виктория Токарева, и Войнович, и Тодоровский. И потрясающая компания. Но по жизни, конечно, я очень счастлив, что удалось познакомиться и с Булатом Акуджавой, и с Леандидом Алексеевичем Филатовым. Так вот мы дружили, встречались, много говорили. Это только с годами понимаешь ценность этого подарка судьбы. Субтитры подогнал «Симон»